МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 24 марта. Вы смотрите программу День веков. Хронограф. Сегодня ее проведем для вас мы. Я Светлана Рудская. И я, Михаил Ремезов. 24 марта 1779 года произошло второе масонское торжество с участием Джорджа Вашингтона. А ты не мог бы поподробнее рассказать о том, кто такие эти масоны? Масоны – это члены особых тайных обществ. Они имеют особую иерархическую организацию, носят символические имена, заимствованные из строительного дела, и узнают друг друга посредством особых знаков и паролей. Насколько я знаю, происходят они из средневековых обществ-каменщиков, которые давали обет безвозмездно сооружать преимущественно храмы. Именно так. Много времени спустя четыре ложи каменщиков соединились в Великую Ложу и поставили себе целью вместо сооружения зданий духовное строительство, то есть объединение людей на началах братской любви и взаимопомощи, и верности. А как же масоны связаны с американским президентом Вашингтоном? Дело в том, что в Европе масоны подвергались преследованиям после того, как объявили английские колонии свободными государствами. В Америку же масонство пришло с английскими колонизаторами. Здесь масонство обратилось в патриотическое движение, повлекшее затем войну за независимость. А Вашингтон? Вашингтон утвердил создание лагерной ложи в долине Форж при сотрудничестве французского генерала Лафаэта. Он поддерживал масонство и сильно способствовал его укреплению в Америке. Кстати, некоторые риторики говорят, что после Вашингтона было еще несколько президентов Соединенных Штатов, являющихся масонами. Точная цифра не установлена, но есть сведения, что их было 13. 24 марта 1962-го в Лондоне состоялась массовая сидячая забастовка в поддержку требования ядерного разоружения. О масштабах выступлений можно судить хотя бы по тому, что в ходе демонстрации полиции было арестовано 1172 человека. Помимо этого в Англии действовала антивоенная организация «Движение за ядерное разоружение», объединившая сотни тысяч англичан. Не только в Англии люди выходили на улицы с выступлениями против ядерного оружия. А всего через 6 лет в Европе начнется революция 1968 года, когда эти выступления обернулись массовыми студенческими волнениями. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Сегодня 24 марта, и мы хотим вам рассказать о людях, которые появились в этот день на свет. 24 марта 1891 года родился Сергей Иванович Вавилов, будущий физик, президент Академии наук СССР. Отцом Сергея Ивановича был коммерсант, торговец, мануфактурой. В их семье было четверо детей. Николай и Сергей оба стали академиками. Дочь Лидия, она умерла совсем юной. И младший сын Александр, ставший врачом. В 1909 году Сергей Иванович Вавилов окончил Московское коммерческое училище. Поступил в Московский университет. Со второго курса Сергей Иванович начал вести исследовательскую работу. В 1914 году началась Первая мировая война. Сергей Иванович Вавилов оказался на фронте, где пробыл до февраля 1918 года. Даже там он занимался наукой. Закончил труд по вопросу о частоте колебаний нагруженной антенны. После возвращения в Москву Сергей Иванович Вавилов занялся оптикой. Написал первые научно-популярные книги. Действия света. Солнечный свет и жизнь Земли. Солнце и глаз. В 1933 году был открыт новый вид свечения, впоследствии названный «Излучение Вавилова-Черенкова». Это открытие Вавилов сделал с помощью своего аспиранта Черенкова. За это открытие Вавилов и Черенков получили сталинскую премию первой степени. Во время Второй мировой войны физический институт Академии наук СССР был эвакуирован в Казань. Его директором в это время был Сергей Иванович Вавилов. Ученые занимались оптическими прицелами для артиллерийской стрельбы и бомбометания, перископами и другой военной техникой. В 1945 году Сергей Иванович Вавилов избрали президентом Академии наук СССР. Глубочайшую благодарность товарищу Сталину за его постоянное внимание к Академии и заботу о ней. За свою жизнь Сергей Иванович Вавилов написал более 150 научно-популярных работ. Под руководством Сергея Ивановича Вавилова было создано общество знания и журнал «Наука и жизнь». Его главным редактором был Сергей Иванович Вавилов. В 1949 году Совет Министров СССР назначил Академика Сергея Ивановича Вавилова главным редактором второго издания Большой советской энциклопедии. Он очень серьезно отнесся к этому назначению. Увы, работу над энциклопедией Академику не удалось завершить. Он умер в 1951 году, когда вышло 7 томов. Сегодня, 24 марта, вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в разные годы родились замечательные люди, оставившие свой след в искусстве. Один из них – Арест Кипренский. Русский живописец и график. Представитель школы романтизма. Он родился 24 марта 1782 года. Внебрачный сын крепостной он сумел получить вольную учился при Академии художеств в Санкт-Петербурге. Там он получил золотую медаль за картину Дмитрия Донской на Куликовом поле. Но свое призвание Кипренский нашел в портрете, который стал для него средством утверждения в искусстве нового, отвечающего романтическим устремлениям эпохи взгляда на человека как на внутренне независимую личность. Особую известность принес Кипренскому портрет Пушкина. Современник писал, не распространяясь в исчислении красот произведения господина Кипренского, мы скажем только – это живой Пушкин. Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским. Вот так считал Сергей Львович Пушкин. Люди, хорошо знавшие Пушкина или видевшие его хотя бы раз, все в один голос утверждали – сходство поразительно. В ответ на создание портрета Пушкин написал. Любимец моды, легкокрылый, хоть ни британец, ни француз, ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых мус, и я, смеюся над могилой, ушед навек от смертных уз. 24 марта 1907 года родилась советская писательница Лидия Чуковская. Дочь другого знаменитого писателя – Корнея Ивановича Чуковского. Сама она тоже стала достаточно известной. Ее самые знаменитые повести – Софья Петровна и «Спуск под воду». Помимо этого она опубликовала ряд воспоминаний об Анне Ахматовой и Марине Цветаевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова